Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал, Instagram и страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На проектном суде судили Андрея Чуева по петиции зрителей. Чуева обвинили в том, что он оскорбляет участников и ведет себя так, словно он неприкасаемый царь и бог. Его признали виновным и наказали заключением в изоляторе на три дня. Кристина Лисковец и Федя Стрелков улетели в Минск. Лисковец показывает своему жениху свой родной город и хочет познакомить его с родителями. А это новость от редакции сайта Дом-2. На острове Любви кипят страсти. У одной из участниц случилось волшебство сразу с несколькими холостяками в один день. Сначала у девушки был интим с Сашей Задойновым, затем с Ваней Барзиковым и даже Венцу досталось немножко нежности в постели. Эта раскрепощенная дамочка теперь будет носить прозвище Фея за любовь к волшебству. Как вы помните, на острове Любви изначально было 12 девушек, теперь же их остается всего 10. Сейшелы покинула еще одна участница Катя. Девушке пришлось уйти по состоянию здоровья. Это та самая девушка, которую чуть не придушила Дарья в драке своим удушающим приемом. Зрители и поклонники проекта засыпали редакцию Дома-2 и многие соцсети просьбами и требованиями закрыть съемочную площадку на Сейшелах. Большинство зрителей считают, что на острове устроили публичный дом. Лишь увидев фотографии невест, фанаты проекта сразу поняли, что любовь там строить никто не собирается. Но руководство шоу не прислушивается к мнению зрителей. Наоборот, они считают, что этот проект будет очень популярным. Саша Гозиас и Костя Иванов отдыхали в караоке-баре у своей подруги Стеллы Мунос. Они публикуют совместные фотографии. Ольга Рапунцель нашла себе подругу на поляне. «У меня появилась приятельница Аня Малько, пишет Рапунцель. Мы дружим». Саша Гозиас и Костя Иванов снялись для журнала Дом-2. Также в очередном номере журнала появятся и фотографии Ксении Бородиной с дочками Теи и Марусей. Судя по единственному кадру, который выложила Бородина, лицо Теи снова будет скрыто от фанатов. Возможно, что Ксения лишь интригует и фотографию ее младшей дочери в полный рост все же опубликуют в тематическом издании. Муж Оли Бузовой, Дима Тарасов, в дружеском матче с Турцией получил серьезную травму. Диагноз врачей – разрыв связок колена. Из-за этого Тарасов пропустит очередной матч, а также будет направлен за границу на медицинское обследование. Главный тренер локомотива, где играет Тарасов, написал «Тарасова мы уже потеряли и надолго», хотя окончательный диагноз ему поставят в Италии, куда он сейчас отправился. Бузова не комментирует состояние здоровья своего мужа. На свадьбу своей лучшей подруге Ольга пришла одна. В сети появились новые слухи про Элину Камерен. Недавно появились откровенные фотографии и видео Элины. Она танцевала эротический танец, лаская себя. И, по слухам, горячие кадры и видео предназначались для мужчины, с которым Камерен переписывается по интернету. По слухам, мужчине 75 лет, но точных доказательств этому не имеется. Семен Фролов после ухода с проекта находится в депрессии. Он пишет на своей странице в соцсети. Что у нас нового? Бухаем. Пацаны говорят, что во сне я постоянно разговариваю с Русей. Надо как-то выходить из запоя. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, Instagram и страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ.